Петр I умирает в 1725 году, оставив после себя, как бы сказать, некоторым образом, бардак не только в политике, но и в престолонаследии. Однако почти век спустя в западных СМИ, особенно британских, начинает распространяться как подлинный документ, некое завещание Петра I, как доказательство претензий России на неограниченное мировое господство. Текст, как теперь уже доподлинно известно, происхождение французского. Поддерживают русский народ в состоянии непрерывной войны, при всяком случае вмешиваться в дела и распри Европы, разделять Польшу, возможно, ближе придвигаться к Константинополю и Индии, обладающей ими будет обладателем мира. Что бы ни происходило в мире, воспринималось европейскими аналитиками как подтверждение завещания Петра. Это протоколы сионских мудрецов 19 века. Вот пресловутые протоколы о борьбе евреев за мировое господство – главная фальшивка 20 века. Наши протоколы русского мудреца были все-таки на сто лет раньше. Контора пишет. У меня нет сомнений в том, что Россия намеревается вторгнуться в Турцию и захватить Черноморские проливы, ведущие в Средиземное море. Гарри Трумэн, 1946. Мы имеем дело не только с Россией, как с национальной единицей, но с экспансионистской мощью России времен Петра Великого. Да к тому еще плюс и дополнительная миссионерская религиозная сила. Джеймс Форестелл, 1946. Русские становятся бешеными собаками. Гарри Трумэн, 1946. Соединить вокруг себя всех греко-восточных отщепенцев и схизматиков. Тогда Россия, воспользовавшись решительной минутой, должна устремить войска. Со своими азиатскими ордами, под прикрытием вооруженных флотов, они наводнят с одной стороны Францию, с другой – Германию. Так можно и должно покорить Европу. Петр, тем не менее, действительно первый, замеченный британцами в интересе к Индии. Для Петра, как, впрочем, несколько позднее для Павла I, затеявшего потешный поход в Индию, Центральной Азии, это такой полуфантастический источник для пополнения опустевшей казны. Восточная сказка. В эту сказку он посылает экспедицию князя Бековича Черкасского. Бекович и экспедиция его были коварно убиты хивинским ханом, заманившим их в ловушку. Петровской России не хватило силы времени даже отомстить хану. Однако галочку на пресловутом завещании британцы поставили. Британцы задавались вопросом, какова цель русской экспансии, и единственное объяснение, которое они могли найти, это то, что Россия лелеет планы распространить власть на соседние государства, с тем, чтобы превратиться в глобальную мировую державу. А это уже был вызов британским интересам. Вторая большая игра – это та же холодная война, небывалая по упорству и даже по срокам, почти столетия. С теми же инструментами, аргументами, совпадающими почти дословно. И самое удивительное, все ее воплощения и перевоплощения нанизаны на одну ось. Это Афганистан. Вокруг этой оси, этого несчастного богом и людьми забытого места, крутятся, продолжают крутиться приводные механизмы новейшей мировой истории. Холодная война, разумеется, отличается от большой игры географическими линиями раздела, однако ключевым регионом и в том, и в другом случае был Афганистан. Большая игра никогда не заканчивалась и продолжается по сей день. Взять хотя бы современную Украину. Линия между Балтийским и Черным морями всегда перемещалась с востока на запад и с запада на восток. Этот регион извечно был предметом соперничества России и Западной Европы. Разделы Польши были одной из вариаций на тему большой игры.